есть вопросы такие казалось бы очевидные зачем нужно зрение и сразу же этот вопрос переходит на следующий вопрос все ли животные способны видеть и необходимо ли им видеть или все ли животные видят как человек в чем разница между зрением различных животных типы глаз и так мы начнем с человек объем воспринимаем информацию человека различными органами вот здесь вот представлен и вы можете видеть что 60 процентов это минимально некоторых случаях может быть даже и больше принимаемой информации мы принимаем именно за счет зрения он очень хорошо написал свет это все что есть на свете мир без света мрак над пропастью все что нас окружают отраженный от предметов свет очень важный момент отраженный от предметов свет потому что мозг все перерабатывает и вы отличаетесь друг от друга по мельчайшим тональностям где может быть что-то не воспринимаете поэтому например женщины лучше видят цвет тоньше его чувствуют потому что это дано им слышать и дано и определено и и это как раз таки опять таки связано с организацией мозга как это ни странно существуют различные животные вот например протей достаточно примитивная такая амфибия живет пещерах она видит всем телом видит это громко сказано она просто воспринимает свет и у нее идет вопрос темно светло вообще это самое примитивное восприятие в эволюционном плане как раз таки определяет темно светло потому что это связано с адаптацией надо прятаться поэтому на тех зонах открытых участках где светло если он выходит это для него чревато последствиями то есть он погибнет это просто история история как возникла возникали различные формы глаза все начиналось от пигментных клеток вот я думаю что где-то это было в пределах 450 миллионов лет назад начались эти пигментные клетки может быть даже чуть-чуть еще позже но и одно из них это вот человек с замечательными глазами а это или муха или оса со сложными сложными глазами но самые сложные такие глаза высокоразрешающие это у стрекоз у них вот этих вот маленьких глазков аматидиев 20000 штук а то и чуть больше до 25 по разным данным по разному вот очень интересный момент я прошу вас обратить на это внимание вот вы когда смотрите друг на друга смотрите картину смотрите на человека вообще чтобы вы не смотрели ваши глаза никогда не стоят ровно как у той же мухи да и муха если честно говоря постоянно головой верит стоян также как и стрекоз а у вас глаза начинает сканировать причем скорость очень высок вот когда провели опыт и поставили камеру для того чтобы фиксировать движение глаз посмотрите вот эти следящие плавные где-то каскады где-то скачки и вот эти точки где замирают на какую-то чуть большую интервал чем от скачка вот вот это фокусировка взгляда портрет мужчину обратите внимание очень четко сканируются глаза потом идет то есть вот физиономичность очень важно если вы как художники набросаете глаза губы и дальше все легким штрихом глаза и губы вы нарисуйте очень тщательно все это воспримут уже как великолепный портрет потому что все остальное вот эти контурные части они воспринимаются не так и они не имеют человека для восприятия этого образа уже не столь важное значение как кто как видит ну вот люди в темноте вот видите ну сараюшка тоже полный лунный свет а для кота у которого не очень сильно развито цветовое зрение но ему она и не нужно они вообще дневные но они больше все-таки животные к сумеречным а них активность очень растет именно к сумеркам особенно когда они живут в условиях диких смотрите ну великолепно видно вообще что ему еще нужно он все найдет он все увидит тонкие переходы в серого то есть это блестящая графика которую не каждому давно достичь когда на тонких переходах вообще на минимальных минимальных разницы по интенсивности он видит вот эти оттенки серого и никакая мышь уже никуда не уйдет например тот же непарный шелкопряд а когда самочка начинают феромоны выпускать шелкопряд ее может почувствовать за 30 километров и вот он летит он отклоняется в бок у него интенсивность запаха падает он раз сюда уходит у него падает он раз и вот такой вот как галсами идет корабль он летит также и змея вот идет представляете если человек воспринимал вот сидит тоскующие сердце у окна по свечки и спускает феромоны ну а там 5-6 пацанов уже бегут с цветами начинают петь песни сиренады и что самое интересное вот эту картину видят и птицы и насекомые а мы не видим мы не можем воспринимать поляризационный свет потому что у нас другие рецепторы для чего это надо по одной простой причине этот свет поляризационный проходит через облака поэтому когда низкая облачность мы не можем определить где солнце мы можем заблудиться или еще что птицы это видит птицы четко видят также как они могут и по звездам реактивации это замечательный зверь непарный шелкопряд самец вот у него как раз таки замечательные такие усики которыми он воспринимает запах в первую очередь ушастый дендинг вот в целом тезисно где-то я вам показал вот эти все моменты по зрению я не буду сейчас вас загружать потому что там включается уже и биохимия и много физики просто я вас перегружу но хотя бы просто заинтересовать вас вот этим явлением все зависит от вас как вы способны воспринимать мир как вы способны видите чувства те же цвета и вообще вот это ассоциативное мышление образное вот помните из библии от иоанна написано сначала было слово сначала было логос сначала было слово и слово было у бога и слово было бог когда человек появляется появляется на этом свете для него как раз это очень важная эта фраза потому что здесь как раз таки сначала было слово нет для него сначала был вот именно вот этот логос то есть и в данном случае это это образ сначала был образ образ матери и никогда не бойтесь ничего не бойтесь смешать цвет запахом если вам это удастся конечно никогда не бойтесь поставить за каким-то звуком а так опять-таки цвет или гамму цветов если вы сможете это сделать то вы будете великим художником кто из вас сможет это нарисовать изобразить в красках цвете чтобы были с лишним звуки запахи если вы это сможете сделать вы на пороге великого художника поздравляю а